Уже снимаешь? Уже снимаю, да. Уже снимаю. Привет, мои хорошие. У нас был очередной поход в магазин, точнее у мамы. Я дома ждала. Вот это все, то что она принесла, куплено ровно на 5000 рублей. Сейчас. Вот это первый пакет. Сладости, конечно же, как без них. Это мне купила. А что мне только одни пряники купили? Две пряники. Где вторые? Подожди. Тут еще куча пакета. Цены я, наверное, на каждую вещь не буду говорить, потому что... Простите за кашель. Это где-то около 50 рублей стоит. А, вот они, конфеты, которые мне очень понравились, живенько. Ой, доча. Идем дальше. Мои сырки. Это мне, это мне, мне, мне. Вот конфеты. Ты сегодня не купила шоколадные конфеты? Не купила. Карамельки, я смотрю, мама купила. Жевательные какие-то. Мармеладки. А, это типа сухофруктов. Прошу прощения, у меня что-то кашель. Это тоже мне, 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 все, мне. Смотрите. Ха-ха-ха. 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 Смотрите. Смотрите. Это, это общее. На этих вещах должны быть цены. Например, вот. Колбаса молочная. Вот этот кусок 194 рубля. Здесь полкило. Это у нас куриный рулет. 173 рубля. 300 с чем-то грамм здесь. Цена за килограмм 467. Вафельки, яшки. Ничего классические нельзя. Которые дома вот есть. Вот самые хорошие. Вчера у Зули я их ела. Ну да, неплохие. Курочки почем? Курочки, курочки. Курочки. Так. Курица 3... 375 рублей. Здесь 2,5 кг. Килограмм 145. Ой, а что это ты столько гречки купила? 2 грамма гречки. Вы же ее не кушаете. Кушаем мы гречки. Да. Гречка. Цены нет. Она по коду идет без цены. Вот маску. Вот же кетчупа. Ты ворчишь. Классический кетчуп. Больше с ценниками ничего нет. Сыр. Это одинаковый весь? Да. Сыр дагестанский. Вот. Цена 276 рублей за килограмм. Тут на 152 рубля. А где огурцы? Не знаю. Здесь яблоки. Тоже такой же сыр. Ну, вон еще что там пакет. Там овощи. Ну, наверное, там огурцы. Там капуста, морковка. И, конечно, напитки для брата. Обязательно. Как же. Он у нас любитель колы и всякой фигни. Кола, пепси, фанта. Это все его. Короче, вот это все вышло ровно на 5000 рублей. И вот этот кофе тоже любит братишка. Почем в магазине? 13 рублей бакетиков. Ну, вот еще. А где твой чек? Чек сейчас. Я, может, потом, если мне лень не будет, напишу цены. Хотя, я думаю, мне будет лень. Но все равно. Это не старый чек? Нет. Точно? Лук зеленый. Кинза. Это старый, который я тебе давала. Ты давай тут моих этих зрителей не обманывай. Но вы, наверное, не взяли вы. Это старый чек. Тут, помните, у меня была проблемка с грушами. Возврат сделали вам этих 100 рублей? Да. По поводу груш. Вернули. Еще я брала у них термос. Он оказался бракованный. Кнопка не работает. Они его не вернули. Возврат не стали брать. Потому что... А где перецарапанный? Потому что перецарапанный. Я его один раз ступетила. Перецарапанный. И кнопка у него не работает. Вот. Так. Виноград черный. Цена 85 рублей килограмм. Бананы 65. Майонез 98. Морковь цена 25. Это все цены за килограмм. Капуста цена 30 за килограмм. Чурек дагестанский 21 рублей. Хлеб заводской 23 рубля. Лимон турецкий 80 рублей за килограмм. Конфеты живинка, которые я люблю. 167 рублей за килограмм. Пряники яшкина 53 рубля. Рулет 7 days 63 рубля. Огурцы колючие 70 рублей. Где это? Сырок творожный дарман с изюмом 32 рубля. Свекла 21 рубля килограмм. Кефир чабан 61 рубль. Сгущённое молоко коробка из кореновки 248 рублей. Это что за сгущённое? А, это бутылка. Я думала, это баночка, что ли. Цукаты 204 рубля. Молоко чабан 2-х литровая бутылка 127 рублей. Кефир кубанская буренка 62 рубля. Вы разные кефиры берете, да? В чем разница у них? Да, ну для 61-62. Там никакой разницы нет. Вот, здесь чабан стоит 75 рубля, а там 64, да? Нет, 62-62. Каймак кавказский долгожитель. Что это такое каймак? Каймак. Сметана, что ли? Вот, настоящая сметана. Не то, что вот, которые готовят, вот, которые есть кубанская буренка, туда-сюда. Вот, настоящая сметана, вот эта. И вкус у нее сметаны, и сама она тоже очень вкусная. Творожное масло Дарман с ванилю 52 рубля. Рулет куриный, это все сказала, колбаса молочная говорила. Так, так, так. Напиток Кока-Кола 1 литровый, 1 литровый? Ну, что такое маленький? 1 литровый. 70 рублей. Вот это. Масло белая корова сливочное, 111 рублей пачка, 72,5%, наверное. Это не мало для масла? Мужели 111 рублей, она стоила 90 рублей. 72,5% это же мало. Ну, по сравнению с другими маслами, она очень вкусная. То, что здесь происходит, это белорусская масла. Кетчуп 155 рублей, курица, да-да-да-да-да-да-да. Ну, вот, короче, вот эта сумма вышла. Уже на 20 рублей подорожало это масло. Какое? За этот месяц на 20 рублей, на 21 рублей она подорожала. Я его брала по 90 рублей. У меня даже чеки есть, которые по 90 рублей я брала. Все дорожает, мама. У тебя есть какие-нибудь претензии высказаться? Что все дорожает? Жить стало дорого. Дорого, да, дудого. Умирать тоже дудого. Умирать тоже дорого. И жить дорого. Болеть тоже дорого. Все дорого. В прошлом году куры... Родиться даже дорого. В прошлом году куры стоили 90 рублей 85 рублей килограмм. Посчитай в этом году сколько. Ну, ты в прошлом году говоришь. Я к яйцам вообще не подошла. Дорого, да? 220 рублей критко-ритики. Офигеть. Ты представь себе. Вот так вот, короче, вот так и живем, мои хорошие. Да. Насколько это хватит? У меня... Казина все пустует и пустует. В прошлый раз спрашивали, когда я в прошлый раз снимала покупку продуктов. Это на неделю, на две недели или на три. Это неизвестно насколько, потому что помимо того, что мы покупаем в супермаркете, мы еще каждый день вот здесь напротив в магазине делаем покупку. Рублей на 500. Да. Каждый день уходит. Так же заходишь и вроде ничего не взял, 500 тысяч рублей осталось. Ну, в принципе, все это знают, что рассказывают. Вот у всех одни и те же проблемы в этой жизни. Ну, есть люди, которые больше тратят. Ну, да. Ну, алхамдулля, рецалласи, что хоть так живем. Не голодаем, ничего, не пухнем с голоду. Да, мама. Это все хорошо. Когда будет видео, ответы на вопросы? Видео. Как-нибудь отвечу. Видите, как она увиливает этот вопрос? Посмотрите, посмотрите, как-нибудь, да как-нибудь. Я творог не нашла в магазине. Как? Вот так не было развесного творога, чтобы купить. А ты овощи купила? А, овощи я же сказала. Творог я хотела купить, не было творога. И поэтому я оставила этот разговор темно на другой люди. А то купила бы творог и приготовила бы вам чудо. А, ты все-таки обещаешь показать рецепт чудо? Ну, как-нибудь я запишу вон. Ага. Ты меня не записывай. Я записываю. Ты что? Да? Пишу. Ладно, мои хорошие, закрываюсь. Всем всего хорошего. Пока-пока.